Привет! Сегодня у меня на обзоре довольно интересные наушники от компании Bezos. Это модель Bowie E9, который по своему внешнему виду, но очень напоминает мои любимые Huawei FreeBuds Pro. Особенно если их купить в темно-сером или черном цвете. Однако на момент моего заказа на Алиэкспрессе были доступны только белые, так что про них и пойдет речь. Лично мне они обошлись в районе 36 баксов еще по старому курсу. Сейчас цена на них подросла как в долларах, так и в рублях. Зарядный кейс и сами наушники выполнены из матового пластика. На ощупь они приятные и не выглядят игрушкой. Цвет у них кстати не совсем белый, есть в нем немного жемчужного отблеска. На передней стороне зарядного кредла красуется плоский индикатор состояния с голубым свечением, который при открытии и закрытии крышки начинает переливаться из стороны в сторону. И по хорошему это вроде как бы мелочь, но выглядит прикольно. Петля здесь металлическая, без доводчика. В открытом состоянии крышка не болтается, но при этом схлапывается легко. Подключение наушников к смартфону происходит по ее открытию. Для первичного сопряжения возможно потребуется на несколько секунд зажать кнопку активации. Она расположена в нижнем торце корпуса, рядом с разъемом для зарядки. Помимо проводного способа пополнения энергии, на борту имеется и катушка беспроводного интерфейса. Внутри установлен аккумуляторный блок на 400 мАч, а в каждый наушник поместили по 40 мАч. Как я уже успел отметить в самом начале, данные наушники внешне очень похожи на гарнитуры FreeBuds Pro от Huawei. Конечно же не один в один, но сходство очевидно. Часть корпуса со звуководом имеет удлиненную овальную форму, а прикрепленная к ней ножка получила прямоугольное сечение. Из примечательных конструктивных особенностей хотелось бы отметить наличие датчиков автопаузы. Они работают в обе стороны на любом из наушников. Если же говорить об удобстве использования, то лично в моем случае наушники сидят отлично, плотно и нигде не давят. Комплектные амбушюры самого большого размера L мне подошли, менять на сторонние их не пришлось. Сама по себе гарнитура легкая и вполне подойдет для повседневной длительной носки. Для данной модели производитель предусмотрел и фирменную программу, скачать ее можно в Google Play Маркете или же по QR-коду с коробки. Помимо самой ее установки, потребуется регистрация с подтверждением почты. В общем, все в лучших традициях. Похоже на то, что у приложения QCY появился серьезный конкурент, ведь работает программа от Bezos по крайней мере с данной моделью немного кривовато, а некоторые заявленные опции и вовсе отказываются функционировать. Тем не менее, точный остаток заряда можно узнать только в наушниках, по кейсу информации нет. Также при необходимости здесь можно запустить и поиск потерявшегося левого или правого наушника. По настройке жестов особо здесь не разгуляться. Двойной тап по любому из наушников отвечает за плей паузу, а по жесту удержания пальца на сенсоре можно переключать треки вперед и назад. Единственное, что я переназначил, это активацию встроенного игрового режима, вместо которого из коробки стоял вызов голосового ассистента. Так что лично в моем случае тройным тапом можно включить или выключить режим с низкой задержкой. В целом, данная опция рабочая и в популярных шутерах PUBG Mobile и Cove of Duty Mobile я получил результат в интервале от 200 до 240 миллисекунд. Поиграть при такой задержке вполне реально, по крайней мере партейку другую, дабы скоротать время. Разумеется, если ты игрок профессиональный, то лучше проводов пока ничего не придумали. Хотя у тех же QCY не так давно выходила модель G1 и там задержка почти в два раза ниже. Обзор на них есть у меня на канале, но наушники интересные, причем не только с игровой позиции. Из дополнительных интересных функций Bezos Bowie E9 обладают мультипоинтом. Они умеют работать с двумя устройствами одновременно. Причем для перехода с одного на другое ничего нажимать не нужно. Они просто находятся в режиме ожидания на одном из устройств, пока ты пользуешься вторым. К примеру, смотришь что-то на ноутбуке и при этом можешь ответить на входящий звонок телефона. Что характерно, сопрячих между двумя смартфонами у меня не вышло, так что здесь связка скорее всего одна. ПК или ноутбук плюс телефон. Что же касается непосредственно звучания, то играют они очень даже хорошо. Лично мне по этой части все понравилось. Басы, середина и верхушки в полной гармонии. Ничего не выпирает и не перемешивается. К слову сказать, в приложении имеется отдельный раздел с музыкальными пресетами. Их там 12 плюс есть возможность накрутить вручную. Но вот незадача, ни один из них я не могу активировать. Постоянно выдает ошибку. Возможно, со временем они это дело поправят, но на момент выхода этого ролика ничего там не работает. В любом случае, стоковый звук в них приятный, напористый и в каких-то моментах очень драйвовый. Низких частот здесь более чем хватает, как и громкости в целом. Запас очень хороший, наушники не тихие. Возможно, поэтому в моем тесте автономности на максималках они отыграли ровно 4 часа, после чего одновременно сели. Хотя у производителя в спеках заявлено 5, но при 70% уровне. Таким образом, можно сделать вывод, что скорее всего здесь указали плюс-минус точно. Потому как на уровне 70 я не проверял. За передачу звука в наушниках отвечает два аудиокодека на выбор. Это EAC и SBC. Связь со смартфоном обеспечивает новейший Bluetooth модуль версии 5.3. Разумеется, пока таким интерфейсом современные смартфоны ответить не могут, но по крайней мере с моими моделями OnePlus Nord C и Realme Narza 30 полет отличный. Проблем с потерей связи я не испытывал. К слову, в них установлены версии Bluetooth 5.1. Ну а теперь настало время послушать, как в этих наушниках работают встроенные микрофоны. Уж очень их пиарили в промо-материалах. Да и чего уж там, в самой конструкции сделали отдельный акцент на двух микрофонах, отделав их хромом. Но предупреждаю сразу, даже при таком подходе чудес ожидать от них не стоит. Ну что же, проверяем работу микрофонов в наушниках Bezos Boy E9. Это стандартный тест в автомобиле. Первый тест с открытыми окнами. Я по традиции на скорости открываю окна с двух сторон. Шум залетает сюда, проезжает мимо машины. Ветерочек задувает. В общем, все. Вот так отрабатывают шумодаловые наушники при использовании. И вот так вот примерно как в весеннике стоит. Люк с ним закончен по приключению говорить, проезжая в машине с открытым окном. Ну и по традиции у нас второй тест. Тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Она потихонечку набирает обороты. Уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. Фрагменты наушники специально ставят, чтобы послушать, как в весеннике проводится. Ну и примерно как-то так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по вот этой гарнитуре, находясь в каком-то очень сильно шумном месте. Да, без ветра, но тем не менее в сильно шумном месте микрофоны в этих наушниках отрабатывают как-то так. Ну а это уже уличный тест работы микрофонов в наушниках Bezos Boy E9. Ведь специально не стал выбирать загруженную улицу, потому как после теста в автомобиле, который я уже послушал, было понятно, что не особо хорошо справляются с нагрузкой наушники, точнее их микрофоны. Так что в целом, ну вот такая вот тихая, спокойная улочка, парк. И вот как-то так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по этим самым наушникам, находясь вот примерно в такой локации. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, из плюсов отмечу рабочий мультипоинт, хорошее звучание, удобство посадки и датчики автопаузы. А вот работа с приложением, в особенности по части звуковых надстроек, а также среднего качества микрофоны, несколько омрачает впечатление о данных наушниках. Дополнительными плюсами для кого-то также могут стать беспроводная зарядка и игровой режим, но это все уже сугубо индивидуально. Ну что же, вроде бы все, что хотел по этим наушникам, я рассказал. Надеюсь, информация в моем обзоре была полезна и поможет определиться с выбором. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.